друзья в этом видео мы обработаем с вами и слегка отретушируем женский портрет обрабатывать мы будем в lightroom без фотошопа и не в классическом стиле а скорее в драматичном темном и ссылка на исходник будет находиться по ссылке под видео так что скачиваете и присоединяйтесь к обработке вместе со мной всем огромный привет меня зовут серджо и на моем канале мы исследуем различные методы трендовых методов обработки фотографий подписка на канал не обязательно но поможет тебе получать уведомления о новых трендах в обработке тех самых популярных жанров фотографии и если ты впервые на моем канале досмотри этот ролик до конца тебя будет ждать очень приятный и полезный сюрприз итак друзья вот она наша замечательная фотография и как мне кажется что вот такое испуганное лицо модели будет удачно смотреться как раз вот в такой в темной атмосфере в темной обработке это у нас raw файл о чем свидетельствует баланс белого в кельвинах и да друзья многие из вас спрашивали как красиво обработать зеленый цвет и мой первый совет зеленый цвет можно обработать так как вам хочется если у вас под рукой именно raw файл джипег намешает в зеленый цвет непонятно каких оттенков и аквамарина и желтого и это будет обрабатываться очень тяжело цветокоррекция очень трудная но при обработке с raw файла зеленый обрабатывается просто замечательно и вы в зависимости от своей камеры оптики можете получить абсолютно любые оттенки какие вы только хотите какие вам нравятся итак друзья первым делом что мы будем здесь делать это мы сделаем первичную ретушь изображения то есть мы с кожи модели убираем все какие-то мелкие недостатки там прыщики и так далее давайте мы для начала увеличим и посмотрим ну несмотря на то что кожа у модели очень хорошая дай мы практически никаких изъянов здесь таких явных не видим кроме вот этого красного пятнышка до непонятной полосочки на подбородке и еще вот здесь вот это можно удалить и как вы видите отклеилась ресничка ну и давайте мы начнем с вами самого сложного давайте мы попробуем вот это дело каким-то образом замаскировать итак я сделаю изображение еще побольше чтобы мне лучше было работать вот три к одному теперь мы идем вот сюда в инструмент удаления пятен выбираем ретушь растушевку ставьте на 50 процентов непрозрачность на 95 здесь вы видите два инструмента ретушь и штамп чем они отличаются друг от друга штамп он просто переносит копирует один участок изображения на другой ретуши накладывает два слоя как бы смешивая их между собой и тем самым сохраняется текстура ниже лежащего слоя таким образом этот инструмент очень эффективно работает при ретуши кожи и так мы будем работать небольшими участками источку я пожалуй сделаю еще поменьше давайте вот сначала выделим вот этот участок нам автомат предлагает скопировать вот с этого участка конечно же это дело таким образом нельзя использовать в эти мы перенесем выберем другой участок перейдем дальше захватываем соседнюю область и также предложенный участок мы использовать не будем и саму заплаточку я пожалуй поставлю чуть чуть ниже и левее так давайте захватим еще вот этот участочек photoshop конечно же все это позволяет делать куда гораздо проще но в лайтруме же тоже надо уметь это делать итак друзья я нажал enter и как вы видите у меня остались вот такие темные полосочки которые тоже не мешало бы устранить но виду того что здесь заплатки уже стоят мне lightroom вот он как бы не пускает сюда да с дополнительной заплаткой что делать в таком случае маленький лайфхак давайте мы вот возьмем за геометрию вот этот рисуночек я вот здесь свободном месте просто вот так вот нарисую вот это то место с которого заплатка копируется вот это сама заплатка и теперь я ему туда возьму и за план . аккуратно над ставлю вот таким вот образом и теперь давайте мы немного выровняем вот это вот место давайте я немножко еще поменьше кисточку просто скопирую геометрию вот этой дуги и рьян отставлю вот сюда это перенесу вот сюда на эту область остались кое-какие здесь недостатки давайте мы тоже их до конца доведем до ума уменьшаем кисточку я сюда смотрите сколько много действий мы сделали давайте посмотрим как у нас было да и как мы исправили итак друзья теперь давайте посмотрим что мы будем здесь делать с цветом во первых я хотел бы рубашку сделать не такую голубую а более такую светлую белую мне кажется что вот эти голубоватые оттенки здесь не совсем к месту мне хотелось более такого минималистического стиля и чтобы все внимание зрителей было обращено на модель такая яркая красивая вся огненная и смотря на испуганное лицо и поэтому какие-то дополнительные цвета такие хоть и приятные они тем не менее оттягивают как мне кажется взгляд зрителя от основного сюжета от основного героя фотографии итак давайте теперь перейдем мы в базовые настройки экспозицию пожалуй я трогать не буду меня здесь яркость так называемая совершенно устраивает давайте посмотрим что будем делать со светами это у нас устраняют лишние блики лишнюю светимость но при портретах я бы не советовал вам сдвигать цвета до минус 100 потому что все-таки света они помогают сохранять объем и давайте посмотрим тени сделаем чуть-чуть повыше тени проявим информацию в теневых темных участках но также полностью вот смотрите раскрывать я вам не советую фотография становится плоская поэтому тени мы с вами сделаем пожалуй где-то вот на 38 далее . белого зажимаем кнопку alt и теперь двигаем точку белого вправо пока у нас не появятся первые белые пиксели все отпускаем теперь то же самое проделаем с точкой черного зажимаем кнопочку alt и двигаем точку черного влево пока не появятся первые черные пиксели но у меня здесь даже двигать особо не нужно они вот на 0 уже начинают проявляться оставим 0 и так как у нас это женский портрет это не городская фотография конечно мы не будем здесь выкручивать текстуру и четкость а вот текстуру я бы даже сделал немножко поменьше чтобы немного сгладить кожу давайте сделаем буквально ну не сильно на минус 10 этого будет достаточно и пожалуй сочность и насыщенность на данном этапе мы по крайней мере трогать не будем возможно не будем вовсе теперь давайте перейдем в панель и чисел и давайте посмотрим какие цвета у нас отвечают за цвет кожи модели чтобы она можно было с другими цветами которые не влияют на цвет кожи смело работать и получать там абсолютно любые цвета какие мы хотим получить итак переходим в панель насыщенность давайте повышаем красный у красный я вижу у нас только срабатывает вот здесь на татуировки на самом лице увеличение красного я не вижу губы и вот здесь вот немного глаза возле переносицы передавайте посмотрим оранжевый но оранжевый конечно же у нас отвечает полностью за цвет кожи и теперь посмотрим желтый вот в этом месте на плечике у нас есть небольшой желтый кусочек мы за счет цветокоррекции это желтое пятнышко постараемся нивелировать ну соответственно зеленого конечно же на коже вы не увидите аквамарин это у нас рубашка синий это тоже у нас рубашка ну и фиолетового и пурпурного у нас здесь тоже практически нет я его не вижу отлично мы с вами должны аккуратнее работать с оранжевыми оттенками потому что и цвет кожи остальные в принципе мы можем с вами спокойно двигать не боясь того что они затронут цвет кожи и так давайте мы красный сделаем чуть-чуть потеплее пожалуй вот таким вот образом на плюс 17 заодно у нас вот здесь краснота в некоторых местах стало тоже чуть-чуть потеплее хорошо теперь оранжевый цвет оранжевый цвет я люблю персиковые оттенки кожи но не всегда это себя оправдывает в данном случае я сильно красного добавлять сюда не хочу а красный как вы знаете у нас добавляется в оранжевый если мы двигаем ползунок тональность оранжевого цвета влево ну смотрите видите какая красная кожа получается это конечно никуда не годится я буквально поставлю минус 5 такие слегка персиковые оттенки кожи более интересные а теперь желтый как вы помните у нас на плечике вот это пятнышко вот давайте мы и будем больше внимания обращать на него и так двигаем желтый ну и вот как вы видите вот у нас это пятно она практически пропадает вот таким вот образом пожалуй вот назначение минус 63 я практически желтый здесь уже не замечаю у меня это в принципе устраивает и так после желтого у нас остались цвета которые на цвет кожи не влияют теперь давайте мы с ними поработаем переходим в панель насыщенности я полностью убавляю зеленый на минус 100 аквамарин я не хотелось бы мне терять насыщенность сережки поэтому я аквамариновый оставлю на минус 58 тени я полностью уберу в минус 100 наша рубашка стала белая но серая мы сейчас это будем поправлять и летовой пурпурный не трогаем здесь у нас этих оттенков практически никаких нет а теперь давайте переходим в яркость давайте посмотрим что будет если мы будем изменять яркость оранжевая это как вы помните цвет кожи ну вот в минусовую сторону появляется такой какой-то неестественный загар я бы даже сделал быть чуть чуть посветлее буквально вот на плюс 8 желтый желтый тоже у нас влияет на цвет кожи пожалуй желтый я трогать не буду зеленый трогать не буду аквамариновый у нас отвечает за рубашку и мы должны сделать посветлее и как вы видите мы когда повышаем синий аквамарин у нас вот рубашечка да собственно весь цвет белый который он становится более такой чистый более интересный да пожалуй вот таким вот образом аквамарин плюс 36 синий плюс 45 итак теперь давайте мы перейдем с вами в тоновую кривую давайте мы немного смягчим тени поднимем точку черного слегка вверх и как вы помните удерживая кнопочку alt работая в кривых мы можем более плавно двигать нашу кривую она не мотыляется при этом как проволока и слегка опустим точку белого вниз чтобы убрать лишнее свечение буквально чуть-чуть назначение 244 теперь давайте перейдем в красный канал и что сразу бы хотелось бы отметить lightroom в девятой серии не помню точно с какой версии lightroom а сделал нам такую подсказочку если я раньше вам показывал что в красном канале мы поднимаем вверх получаем красные оттенки когда двигаем вниз получаем холодные зеленые оттенки такие ценовые сейчас lightroom сам нам покрасил гистограмму и в зеленом канале мы видим с вами теплый зеленый цвет здесь фиолетовый и в синем канале здесь сверху синие у нас и здесь внизу в правом углу у нас желтые оттенки вот давайте мы с вами сейчас будем с этим работать и так зажимаем кнопочку alt в красном канале мы фиксируем самую среднюю точку у нас примерно вот этот вот участок отвечает за цвет кожи модели и поэтому давайте мы зафиксируем 10 и точки мы с ними работать не будем а вот эту точку внизу мы потянем слегка вниз и так вы помните что мы зеленый с вами убрали в минус 100 и наша зелень стала абсолютно серая бесцветная но потянув вот эту точку вниз красном канале мы с вами сделали вот такие красивые оттенки это еще не все это еще не все мы с вами продолжаем работать теперь давайте перейдем в зеленый канал зажимаем кнопочку alt фиксируем центральную точку фиксируем здесь вот точки чтобы они не повлияли на цвет кожи и также вот эту нижнюю точку двигаем вниз двигаем вниз ну не сильно не так сильно как мы двигали красный канал ведь у нас появляется красивые черные оттенки у нас зеленый стал более такой насыщенный более темный его давайте посмотрим что будет если мы отключим все преобразования которые мы сделали в тоновый кривой вот так у нас было без кривой его так стала с кривой ну согласитесь интересно правда у нас повышается контраст но потом немного ослабим и так теперь переходим в синий канал фиксируем средние точки и теперь давайте посмотрим что мы будем делать в синем канале то это нам делать фон модели потеплее когда мы двигаем вниз или может быть даже холоднее мы поднимаем вверх мне кажется что в данном случае холоднее получается интереснее потому что получается такая жаркая модель красивая внешность яркие оранжевые волосы легкий оранжевый загар и здесь на контрасте смотрится намного лучше чем бы вся эта фотография была полностью затонирована в какие-то в теплые оттенки давайте мы попробуем играть соседними точками но здесь особо изменения никаких не вижу вот эти точки у нас уже будут сильнее влиять на кожу здесь поэтому и на не хотелось бы двигать давайте вернемся в красный канал работаем с соседними точками ну нет и так 100 новый кривой пожалуй все давайте мы теперь вернемся в основные я ослаблю немножко контраст пожалуй вот таким вот образом а к следующим шагом я хочу вниз сюда применить небольшой градиент эти возьмем инструмент градиент сюда вот потянем сделаю я чуть-чуть потемнее ну вообще в теории фотографии есть такое что нижняя часть изображения должно быть немного темнее чем верхняя фотография не ощущалось как не валяшка и она и по в любой момент может перевернуться таким за счет того что мы делаем нижнюю часть любого изображения темнее мы как бы делаем ее более фундаментальную ну это уже в теория мы не будем тут глубоко отдаляться тут об этом можно много спорить пожалуй вот так вот нажимаем enter еще раз enter теперь давайте мы перейдем с вами в раздельное тонирование и поработаем немножко с тонировкой нажимаем кнопочку alt и теперь когда мы будем двигать цветах цветовой тон мы будем ощущать насыщенность на сто процентов хотя на самом деле она у нас стоит на нуле и я бы здесь подобрал такой цвет цветах который соответствует вот наверное образу модели 20 слишком красный да пожалуй это вот значение 24 так убираю кнопочку alt и теперь можно двигать аккуратно насыщенность ну давайте сделаем где-то на 14 теперь перейдем в тени зажимаем кнопочку alt двигаем цветовой тон и также мы видим насыщенность на сто процентов знаете мне здесь хочется подобрать такие слегка фиолетовые оттенки точнее вот какой-то переходящий цвет который был бы между синим и фиолетовым наверное это вот такой будет до 225 и так в тенях цветовой тон 225 отпускаю кнопочку alt и теперь слегка повышаю насыщенность я думаю что даже где-то не сильно да вот так 8 будет достаточно я не хочу чтобы у меня здесь все таки перевешивали синие холодные оттенки и мне кажется что здесь и мне хочется сделать такой ну вот примерно равномерный баланс так давайте теперь еще мы поработаем с вами светом а именно посмотрим стоит ли нам прибавлять насыщенность зеленого цвета и посмотрим что будет если мы еще с желтым поработаем так и зеленый зеленый вы знаете я бы чуть-чуть бы сюда вот добавил бы зеленого прям буквально вот минус 85 может быть 80 у меня легкий намек на зеленый цвет все-таки был ну что ж друзья уже неплохо уже неплохо давайте теперь мы окончательным этапом работаем но в таком скажем упрощенным варианте dodge and burn что мы с вами делаем берем кисточку давайте растушевку мы сразу поставим на 50 нажим пусть остается 100 значение экспозиции я поставлю на плюс 03 можно это сделать вручную когда у вас стоит кисточка и вам нужно увеличить изображение вы просто нажимаете пробел у вас появляется вот такая вот лупа удерживайте пробел и лапкой передвигаете фотографию как вам необходимо как давайте увеличим побольше еще и сделаем посветлее глазки и пройдемся слегка вот здесь по радужке давайте попробуем чуть-чуть теперь добавить экспозиции самое главное здесь не передержать чтобы это не было слишком ярко 06 будет достаточно теперь перейдем на другой глазик передвинул я зажатым пробелом когда появляется лапка легко осветляем белки и также поработаем с радужкой зажимаем пробел кликаем левой кнопкой мыши от получилось слишком ярко давайте мы значение убавим но мне кажется что вот все таки в районе 0 304 будет достаточно может быть даже вот вручную сделать 035 кликаем два раза enter теперь берем кисточку здесь значение выставляем наоборот минус 0 3 давайте еще раз увеличим изображение и поменьше один к одному вот здесь пройдемся слегка работаем со стулой если получается слишком грязно можно выбрать кнопочку удалить очистить соседние области а тем не менее получается очень ярко у нас давайте мы сделаем значение минус 02 это друзья я совершенно забыл что вот здесь тоже хотел поработать над этими участками но ничего страшного давайте мы вернемся к предыдущему инструменту возьмем ретушь так выставим вот сюда точку по моему здесь неплохо определилась да отлично давайте поработаем еще этим у 10 пройдем аккуратненько полосочку отлично и еще насколько я помню насколько я помню у нас вот здесь было несколько точечек давайте мы тоже с ними работаем сделаю я покрупнее вот это мы красная пятна шкау берем видите текстура сохраняется у нас вот это можно передвигать искать наиболее лучшую заплатку здесь вот давайте поправим так уже гораздо лучше так итак возвращаемся к нашему датчинберн масштаб один к одному выбираем кисточку параметр минус 02 и давайте слегка затемним вот эту область внизу под нижней губой пожалуй даже я сделаю 01 и вот здесь слегка пройдемся внизу по линии подбородка но на шее таким образом мы выделим немножко подбородочек конечно вот эти вот затемнение возле глаз конечно с ними работать лучше фотошопе я сомневаюсь что мы в лайтруме сможем что-то сделать давайте мы слегка вот здесь вот выровняем свет так нажимаем enter теперь я сделаю плюс 02 сделаю масштаб 3 к одному я совсем чуть-чуть осветлю зубки так нажимаю enter теперь я возвращаю все настройки на 0 добавлю немного насыщенности где-то примерно 25 и слегка пройдусь по губам насыщенность даже можно добавить и чуть побольше нажимаем enter а друзья губы наверное нужно немножко подкрасить давайте мы зайдем в цвет берем оттенок который у нас был это примерно вот такой только конечно же не такая насыщенность но давайте мы для начала доретушируем теперь мы видим где у нас этот цвет а теперь давайте мы знаете что с вами сделаем мы теперь изменим масштаб на весь экран зажимаю пробел кликаю левой кнопкой мыши и вот теперь мы с вами реактивной кисточки на губах который мы только что работали давайте мы просто теперь а к нам лучше заметно мы теперь поработаем с насыщенностью и так у нас вот так совсем без кисточки и прибавляем но чтобы это не сильно бросалось глаза что мы тут что-то нарисовали руками я думаю что на 30 можно остановиться закрываем кликаем enter еще раз enter и еще одним шагом я бы хотел немножко поработать с татуировкой сделать ее более такой ну скажем так контрастный давайте я возьму еще раз кисточку к добавлю контраста и добавлю немножко текстуры 30 контраст и 10 текстура самое главное чтобы здесь не пережарить цвет кожи ну пожалуй и все enter enter отлично на этом друзья все обработку мы с вами закончили и давайте посмотрим какая фотография у нас была до обработки и какая стала после обработки до после мне кажется что цвет кожи получился слишком розовый давайте мы поработаем с ним отдельно и давайте попробуем мы немножко насыщенность оранжевого понизим сделаем нашу кожу модели немножко побледнее вот так мне кажется цвет будет поинтереснее да конечно здесь не мешало бы доработать немного фотошопе да это совсем другая история так давайте смотрим еще раз было стало было стало если это видео тебе понравилось поставь лайк тебе несложно меня это мотивирует на создание новых видео уроков и не забудь подписаться чтобы получать уведомления о новых роликах которых мы будем разбирать очередной способ создания красивого и эффектного изображения если ты впервые на моем канале не забудь перейти в мой инстаграм по ссылке под видео и после подписки тебя ждет набор моих авторских пресетов universal на сегодня это все друзья мои интересных вам сюжетов красивых фотографий и творческих высот всем пока и до новых встреч и и Субтитры подогнал «Симон»